Алексей Валерьевич, алло. Слышно ли нас? Слышу, слышу. Отлично. Приветствуем вас в медиа-центре «Патриот» Федерального агентства новостей. Мы обсуждаем последние итоги переговоров Нормандской четверки. Вчера были переговоры, сегодня, но пока никакого результата не видно. Как вы думаете, этот раунд чем-то завершится позитивным для Донбасса или ничего не изменится? Я думаю, он ничем не изменится, никакого позитива не будет. Для публики, для информационного повода будет что-то типа «договорились», будет что-то такое. Россия, как всегда, Европа молчаливо утирает нос, Украине закрывает, как говорится, на Украину закрывают глаза. Поэтому ничего хорошего я от этого не вижу. И вообще с этим надо бредом давным-давно заканчивать. Мы что, не видим, что уже на самом деле формируется, назовем так, коалиция Гитлера только в 21 веке? Все, что настроено против России. Что мы себя там уговариваем, я не могу понять. А что должна сделать Россия, чтобы изменить ситуацию, по-вашему? Ну, давайте будем так говорить. Первое, Россия уже должна себя жестко вести в отношении Германии, Франции. Потому как не только Россия должна участвовать и искать какое-то примирение, компромисс, чтобы Украина не развалилась. Но, наверное, уже требования должны быть жесткие к Меркелю. Почему не выполняет Украина? Почему вы молчите? К тому же самому Макрону. Ведь это же ответственность и убийство, и эта война лежит непосредственно на Европе уже. А она способствует на сегодняшний день своим молчанием. Почему никто не говорит о ребенке убитом, о мужчине, который погиб, кормя курочек от снайперской винтовки украинского ВСУшника? Почему сегодня не говорят о том человеке, которому 57 лет в квартире от снаряда погиб от осколка? Это же Европа, Европа. Европа, кстати, гарантировала в свое время, это Польша, Франция, Германия. Когда свергали Януковича, что все будет мирно, все будет цивилизовано. Никто не допустит. А что ж получилось? Почему-то мы как-то однобоко смотрим. Мы что, в данный момент Россия не видим, что на самом деле происходит? Ну, Украину сформировали в Бандеровский штаб, с пепла подняли Бандеру, с пепла подняли фашизм, нацизм. Чего мы хотим, чего мы ждем? Россия только принесет Донбассу в мир. Ну и в первую очередь, наверное, Россия должна определиться, берет ли она Донбасс в состав Российской Федерации. Значит, тогда она должны уводить миротворцев. Да и вообще на сегодняшний день Россия способна навести порядок. Но повторить победу 45-го года, как это наши деби. Натовские войска присутствуют сегодня в Украине? Присутствуют. Нужно не скрывать. Оружие присутствует сегодня на Украине. Натовское присутствует. Поэтому о чем мы говорим? Это тот же самый фашизм. У кого из противоборствующих сторон сильнее моральный дух, что называется? То есть вот если, например, ВСУ атакуют народные республики, те ответят. Насколько вероятность высока, что они смогут дойти до административных границ, например, войска непризнанных республик? Или наоборот, мотивированные, переобученные украинские войска смогут дойти до границы с Россией? И как, по-вашему, вот это соотношение сил, каково на сегодня? Давайте так, говорить честно и объективно. Война неизбежна. Чтоб мы там не хотели. Война продолжается. С 41-го года. Только идеология на самом деле. Бандеровцы и настоящий советский герой, солдат и наши полководцы. Это раз. Второе. Не победят они в этой войне. Потому что они разрушители. То есть украинские войска не попадят. Не победят. Третье. Потери будут большие. Чтоб мы не хотели. Четвертое. Россия уже четко определилась, что Донбасс, она не даст обидеть и творить беспредел, который они творят уже 7 лет. Восьмой уже, кстати, идет. Ну да. Поэтому, если рассматривать в данный момент патриотизм, который есть у Донбасса, но он же не пошел на Львов, на Херсон, на Николаев и на другие города Украины. Пришли к ним. Поэтому они защищают свою землю. Хватит сил у Донбасса дойти до Киева, а может быть до Львова. Конечно же, с помощью России. И Донбасс им не сломать. Это мое видение. Если соотношение сил, говорит, да, сегодня у Донбасса меньше сил. Живой силы, техники и все остальное. Но там дух присутствует. Дух советского солдата. Дух присутствует о том, что они защищают свою землю. Поэтому победа будет за Донбасс. Ну и четвертое. Хочу сказать. Если смотреть со стороны истории, как война начиналась, Великая Отечественная война начиналась, и как потом решалонировано было наступление Советского Союза на, будем говорить, врага коварду, то идут очень большие совпадения. Дальше вслух не могу говорить. Но тоже по этой видимости, хочу сказать, ВСУ и руководство Украины проиграет. И пострадает в первую очередь сама Украина. Очень сильно. Да. Хорошо. Спасибо вам за ваше мнение. Спасибо вам за ваши комментарии. Всего вам хорошего. Удачи. Пожалуйста.